Моя королева Моя королева, после превращения твои способности изменились. Ты можешь узнать об изменениях, зайдя в личные покои. Привет всем, кто посетил уголок любопытного. Мы продолжаем играть в StarCraft 2 Heart of the Swamp. И в прошлой серии мы вынесли гигантскую тварюгу древнего зерга изначального, который ждал-ждал, выжидал-выжидал, дождался пока Керриган стала носителем каких-то совсем невероятных способностей и захотел ее было поглотить, но вот тут-то ему зубы обломали. Ну, честно говоря, он, по-моему, и не особенно огорчился, потому что это в порядке вещей для зергов. Кто кого съел, тот и прав. То, что некоторые из матерей стаи переходят на нашу сторону, это хороший знак. Интересно, почему они хотят отказаться от своей независимости? Возможно, не все они хотят править роем. И, возможно, они понимают, что в большой стае безопасно. Да, после того, как Керриган превратилась вновь в королеву клинков, начали вот подавать сигналы матери других стай, которые были разрознены. Так что, скорее всего, сейчас всех объединим, и Менгску очень не поздоровится. Ты знал, что древний пойдет против меня? Твоя эссенция. Она звала его. И ты не предупредил меня. Он был зергом. Ты тоже зерг. Один зерг гибнет, другой становится сильнее. Тебе это известно. Кажется, я начинаю понимать тебя, Дихака. Прав он совершенно. Извини, чувак, я не сумел тебе вернуть твою руку, хотя я ее видел в прошлой миссии. Керриган прекрасно была осведомлена. Она вообще нисколько не удивилась тому, что этот дракон на нее напал. Так, ну посмотрим, что у нас за... Мощная эссенция вожаков изначальных зергов расширила набор доступных способностей. Достигая новых ступеней развития, ты будешь открывать по три способности. Обалдеть. Все, выбираем, выбираем. Так. Псионный сдвиг. Пассивная, пассивная. А, нет, ну ладно, оставим. Мне молнии очень нравятся все-таки. Возрождение зерглингов, автоматические экстракторы. Хе-хе-хе. Забавно, но нет. Возрождение зерглингов у меня все-таки на первом месте. Так. Дикая мутация. Нет, излечение мне очень понравилось. Кинетический удар. Удар в прыжке. Да даже не знаю. Ну, оставим. Кинетический удар. Так. Вот что главное. Это следующий уровень. Рабочие близнецы. Ох, ничего себе. Сразу два рабочих. Так, ну это ладно. Без этого можно обойтись. Веспен на 25% нет. Вот. Вот все-таки это круто. Рабочие близнецы. Это надо. Эволюционный отсек. Абатурушка. Чем порадуешь? Во всем роя нет других существ, подобных тебе. Какова природа твоей эссенции? Сверхразум смешал во мне множество видов. Я неповторимый. Что ты делал после смерти сверхразума? Скитался по туннелям чара. Бесцельно. Был диким. Королева клинков нашла меня. Снова сделал зергом. Если ты зерг, ты всегда должен кому-то подчиняться? Не подчиняюсь никому. Я просто зверь. Низшая ступень. Интересная тварь, этот Абатур. Но у нас эволюционная миссия. И это очень, очень интригует. Гидролиз готов к улучшению. Мы обнаружили древнюю эссенцию зерга в пространстве Доминиона. Разведывательную стаю атакуют. Мало времени. Погнали. Планета Марик-5. Улей Роя атакован. Ух-йо. Прометей, элитный штурмовой корпус Доминиона. Нужно действовать быстро. Рядом обнаружена эссенция. Творение сверхразума. Колония пронзателей. Низкая скорость атаки. Сверхмощный урон. Собрать эссенцию. Адаптировать гидролизков. Победить Доминион. Очень интересно. Так, ну и что же. Давайте, ребята. Благо нам показывают, куда он нанесет атаку. И можно увернуться. Давай, 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 давай. Ох. Анализирую. Готово. Генетический код не полон. Нужно уничтожить оставшиеся колонии пронзателей. Давай уничтожим. Тут надо быть пошустрее, конечно. Сразу два. Два. С двумя. Не так уж и просто одновременно-то управиться. Ладно. Ну, а уж с одним-то как-нибудь сладим. Давайте, 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 ребятки. Давайте. О. Ну, теперь как? Генетический код получен. Прекрасно. Включаю эссенцию пронзателя в генную структуру гидролиска. Ух, какие. Теперь гидролиски могут мутировать в пронзателей. Ну и чего? Что нам этот пронзатель даст? Куда, куда, куда? Ты что, с ума сошел? О, да. Ага, закапываемся. Что-то шарахнулось под землей. Ух. Круто. Он один тут справляется. Да, ну тут, конечно, не отойдешь. От такой атаки. О, готов. Ну, давай, на вынос. Оп. Давайте, ребятки. Давайте, давайте. Здесь обойти нельзя, что ли? Ну, что ж такое-то. Ладно. Придется обходить. О, блин. Шустрые какие. Ну, давайте, этих, что ли, превратим. Ну, давайте, этих, что ли, превратим. Пронзатель атакует в закопанном состоянии. Наносит урон одной цели, пробивает броню. Подойдите к уступу и нападите на тиранов с высоты. Блин. Я ж только что оттуда. Ну, ёп, ты, тихо, что ж такое-то? Да посмотрите-то. Безобразие. Здесь же было невозможно. А теперь возможно. Ну, всё просто. Какого дьявола отступаем? Куда? Кто тут отступать-то будет? Ответ доминиона уничтожен. О, на свою беду ты это сделал. Ракетная турель обнаруживает закопанных пронзателей. Сначала нужно уничтожить её. О, прелестно. Давайте, ребят, гасите. Гасим, гасим. Ну, просто это фильм «Дрожа земли» напоминает. Все наверняка смотрели. Если не все, то наверняка многие. Заграждение разрушено. Осталось уничтожить базу Прометея. Так, давайте, ребят. Оп. 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 Давайте потихонечку. Они даже не поймут, что это убило. Нет, нет, не поймут. Но они, конечно, не могут атаковать, не закопавшись. И это минус очень большой. Так, ну-ка, хватит. Давайте, гробим, гробим титанов. О, отлично. Разнесли. Уничтоженное. Доступна альтернативная мутация гидролизков. Обнаружены пещеры выживших скрытней. Ну и что это же это за скрытни? Планета Кавир. Ранее изначальная колония стаи Дагота. В настоящее время дикая. Обнаружены скрытни. Выжили во внутреннем конфликте. Я могу управлять ими, но не воспроизводить. Отсутствует ключевой фрагмент генетического кода для преобразования. Требуется пещера скрытней. Находится рядом. Нужно захватить. Вернуть эссенцию Рою. Ну, давайте захватим. Так. Что вы, ребята, можете? Пещера скрытней неподалеку. Быстрее. Ну, как скажешь. Дикие зерги почувствовали наше присутствие. Скорее, под землю. Ну, давай. Скрытень закапывается под землю. Атакует несколько целей. Эффективен против легких войск. Ага. Вот так вот. Снова дикие зерги. Скорее зарывайтесь и атакуйте. Ну, закопались. То есть, это фактически передвижная ловушка. Ох, Фирио. Хороший вынос. Войска в пункте назначения. Мать стаи Килиса готова извлечь эссенцию. Я чувствую перемещение диких зерков. Они атакуют с юга. Защищайте пещеру скрытней. Так, закопались. Оп-оп-оп. Еще одна атака. Не подпускайте их к пещере скрытней. Собрались и побежали. А мы не подпустим. Мы будем стоять на смерти. На их смерти. База союзников под угрозой. Дикие зерги разгромлены. Мать стаи готова извлечь эссенцию. Нужно подготовить генетический код для мутации гидролисков. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код гидролиска готов к интеграции. Жду решения. Ох, и даже не знаю. Что выбрать-то? Наверное, я возьму... А, это скрытень. Да. Возьму, что ли, пронзатель. Хотя, честно говоря, меня разочаровали возможности по части мутаций гидролисков. Эволюция завершена. Я думал, будет что-то более интересное. Чем просто стационарные юниты. Ну, в смысле, я не знаю, как это. Передвижные системы обороны, по большому счету. Так, ну вот и управились. На этом тогда и остановимся. Миссия, в принципе, не такая уж и короткая была. Эволюционная. А на миссию, на сюжетную отправимся уже в следующей серии. На этом с вами прощаюсь. Это был Любопытный Геймер. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok